Владимир Владимирович, ну команда сейчас вышла из отпуска, что можете вообще сказать о физическом состоянии игроков? Пока, наверное, преждевременно что-то говорить там о их физическом состоянии, да? Ну, все я смотрю в хорошем расположении духа, с хорошим настроением, соскучились. Поэтому сейчас вот прошли медосмотр, два дня у нас, поэтому я думаю, что все хорошо, начинаем работать. С командой сейчас тренируются воспитанники Академии, воспитанники ЦПФ. Можете что-то сказать вообще об этих ребятах, пару слов? Ну, мы, в принципе, за ними и следили, как бы, да, и в том году некоторых хотели уже приглашать в свои ряды, да. Но так получилось, что вот с этого года они, как бы, да, мы их посмотрим, мы на них рассчитываем, естественно. Потому что я считаю, что у них есть, как бы, перспективы здесь задержаться и попробовать свои силы на новом уровне. Поэтому, да. Четыре игрока вашей команды сейчас тренируются вместе с основным составом. Уже известно, они пройдут полный цикл вместе с первой командой или присоединятся уже на втором сборе к молодежке? Ну, вы знаете, этот процесс такой же, он динамический. Я думаю, что, может быть, кто-то другие поедут, опять же, с основным составом. Это как какая-то, знаете, как премия у молодежного состава, да, чтобы попасть на тренировки с основным составом. Я считаю, поэтому всем, никому туда дверь не закрыта и никому она надолго не открыта. Это такой процесс субъективный, да. Поэтому я думаю, что будет и ротация. Ну, мне сложно сказать, как те ребята себя проявят. В основной команде это будет решать там главный тренер, да. Если кто нужен, мы сможем посоветовать, кто у нас здесь как бы на подходе. Поэтому изменения могут быть. И, может быть, кто-то с нами поедет на второй сбор, а кто-то, наоборот, отсюда поедет с основным составом. Это возможно. Нападающий Егор Галенков был вызван в юношескую сборную. Однако уже на второй тренировке получил травму. Можете сказать о его состоянии вот нынешнем? Ну, что-то говорить там. Серьезного, по-моему, так ничего нет. Как бы, да, там микроповреждения там мышцы. Поэтому, как бы, что, будем восстанавливать. Ничего, это такой, вы знаете, процесс. Ну, в футболе это футбол, как бы, да. И никто от этого не застрахован. Конечно, это, ну, нежелательно. Особенно в подготовительный период там какие-то получать травмы, да. Но это вызов сборную. Опять же, там, может быть, не знаю, насколько, как это получилось. Я, как бы, не владею информацией, да. Но я думаю, что мы его восстановим. Я думаю, что ко второму-то сбору он точно будет уже готов. И я надеюсь, что поедет с основной командой. Сейчас команда тренируется в Самаре. Однако совсем скоро уже отправится в Крым на свой зимний сбор. Можете отметить основные, как бы, плюсы подготовки именно в Крыму? Почему было выбрано это место? Почему было выбрано место? Ну, наверное, как бы, соотношение цены и качества, да. Это одна составляющая. Потом нас заинтересовало, что все-таки там турнир проходит, да. Потому что есть, как бы, цена-качество и другие места. Там Абхазия та же или еще что-то, да. Можно было найти там и Сочи какой-то там. Но там проблемы со спаррингом возникают нередко. Поэтому, а тут вроде бы и турнир, поучаствовать в турнире, во-первых. Проверить себя со взрослыми футболистами, да. То есть уровень команд там, ну, есть достаточно серьезный. Это хорошо, как бы, с нашей стороны это раз. А потом, исходя из возможностей, а то, что нам обязательно нужен сбор, там, потому что все-таки, учитывая, здесь у нас поле неполноразмерное, это раз, это одно из ключевых. Поэтому мы спланировали так, что сейчас мы будем заниматься больше там восстановлением функциональных возможностей их, да. А потом уже поедем, поиграем, как бы, именно игровой сбор будет. Несмотря на то, что сейчас, как бы, сборы только начинаются, тем не менее, какие цели, задачи стоят перед командой уже на весенний отрезок первенства? Да какие цели, задачи? У молодежного состава, я считаю, цель и задачи совершенствовать их мастерство, да. Я уже в спорте же всегда, то, что было вчера, это уже, как бы, было вчера. И это я вот сегодня на собрании ребятам скажу, что все, надо идти дальше, вперед, вперед. И от игры к игре. Я не хочу, чтобы мы там что-то планировали, какие-то занятия, мест, да. Нам важно каждую игру прибавлять именно в игре, в качестве игры. И за счет этого добиваться результата положительного для команды.